В Уфе благоустроили еще один сквер за 64 миллиона рублей. Посмотрите, каким он получился. Археологи нашли под улицей Октябрьской революции артефакты с четырехвековой историей. Хватает ли зарплаты россиянам? Опрос Мирка Здравича. Мы приехали в сквер имени Сергея Михалева. Это небольшое пространство справа от дворца спорта. В июне здесь началась соревновация за 64 миллиона рублей, а в октябре она закончилась. Поэтому сейчас мы будем смотреть, как поменялось это место. Сам сквер существует уже давно. Он носит имя наставника хоккейного клуба Салават Юлаев Сергея Михалева, который погиб в автокатастрофе в 2018 году. И все это время место не выглядело запущенным, а местные жители полюбили здесь прогуливаться. Когда мы вернулись в сквер спустя полгода, то первым делом обратили внимание на то, что его общие очертания почти не поменялись. Сеть дорожек менять и дополнять новыми не стали. Здесь все так же три основные тропы. Разве что на них заменили старую плитку на новую. Поэтому своих очертаний, которые знакомы местным жителям, сквер вроде как не потерял. Хреново. Раньше было хорошо. Плитка лучше была. Хорошая плитка. Сейчас не знаю. Вообще, наверное, еще на сто лет бы хватило. Вот она, если, конечно, вот попадаешь. Неровная. Неровная, вот, да. А так хорошо. Так-то нормально. Но плитка неровная, не нравится. Если честно, разницы особо нет. Вот особенно там, то есть как было, так и есть практически. Но основных было три дорожки, только вот эта площадка была пустая. Сильнее всего изменения заметны в самом конце сквера, где раньше находился пустырь, закатанный в асфальт. Для чего он был нужен, загадка. Парковки здесь никогда не было, а каток на зиму не заливали. Основное приобретение для сквера – это детская площадка, которая появилась на месте асфальтового пустыря. Вся она выдержана в некой морской тематике, и это круто. А вот что не круто – это неработающие интерактивные элементы. Я, например, так и не разобрался, как здесь поиграть в морской бой, который, по всей видимости, уже пострадал от чьих-то слишком сильных выстрелов. Ой, я тоже понимаю. Его сломали. А, его сломали уже. Да, папа понял, но его сломали. Вот там, например, такие круги, там нет лестницы на них, чтобы забраться. Вот все, конечно, все красиво, эстетично, да. Но одна штука такая, вот как в этой штуке работать, я не понимаю. А здесь какие-то кнопочки непонятные. И что здесь делать надо? Не хватает лазилок для детей. Очень мало локаций. Вот, хотелось бы добавить. А так здорово, конечно, здорово. Здесь дети на самокатах катались. А так здорово, конечно, лучше, чем было. После захода солнца в темное время суток мы решили вернуться в сквер, чтобы посмотреть, как работает новое освещение, которое появилось в результате реновации. И могу сказать, что теперь сюда вполне себе можно спокойно выйти на приятную вечернюю прогулку. До этого здесь было темно. Я с коляской, например, гуляла. Было все равно некомфортно. А сейчас, по-моему, ярче стало. Ну, яркие были, но почему-то все равно. Сейчас как-то более уютно, что ли. Например, как больше. Приятно, что сквер действительно не стали кардинально менять. Большие деревья остались на месте, что тоже радует. Выходит, что его просто хорошо освежили. Но есть и отклонения от изначального проекта. Так, в сквере не стали устанавливать памятник Сергею Михалеву, который должен был появиться в районе детской площадки. Она, кстати, местами довольно темная. Свет от столбов не всегда дотягивается. И все-таки, на наш взгляд, сквер не потерял своего уюта. Егор Полторыхин, Игорь Яковлев, Инургиз Газимулин, Телеканал ЮТВ. Это период, когда еще Петр не привез в Россию израсты печные из Голландии. Археолог Николай Щербаков показывает напечные израсты 17 века. Артефакты нашли ученые и студенты Уфимского Пет-Университета во время раскопок на улице Октябрьской революции. Судя по всему, эти плитки принадлежали знаменитым горнозаводчикам Демидовым. Эти артефакты присутствуют на всей территории, где проживали Демидовы. И вот эта территория улицы Октябрьской революции ранее называлась Репной, или Большой Казанской, или Демидовской Слободкой. То есть Демидов привез сюда своих крепостных. Соответственно, были и приказчики, у которых было совсем другое финансовое состояние, в отличие от крепостного. И они могли себе позволить эти вещи довольно редкие на нашей территории. Ряд изразцов уже реконструировали студенты БКПУ с помощью 3D-печати. Так они узнали, какую палитру цветов использовали в то время. Это изразец, в котором мы первоначально думали, что изображена жарптица. На самом деле это индюк. Таких сюжетов довольно много в русской культуре. И мы с вами видим такой сюжет у нас с вами здесь в городе. Так как в УЗИ было приобретено оборудование по 3D-сканированию, 3D-печати, то мы практически многие вещи сразу перевели в 3D-формат. Из интересного также нашли монеты. Некоторые из них датируются 1-3-ю 18-го века. Например, есть артефакты 1734 года, что, по словам историка, для нашей территории является редкостью. Но в то время для семи Демидовых они не имели никакой ценности. У них у самих был чекарный двор. И на многих монетах стоит аббревиатура ЕМ, что значит Екатеринбургская монетная. Ну и самое главное то, что податное население у нас платило налоги серебром, а получало жалобу неменьше. То есть мы с вами понимаем, что разница курса была довольно высокой. Датировать исторический объект по монетам довольно тяжело, признается Николай Щербаков. Они могли ходить не одно поколение. А вот напитки в основном люди употребляли сразу. Поэтому печать клеймо на бутылке с указанной датой может рассказать о многом. Для нас очень интересно, что здесь стоит дата 1770-й год. То есть мы можем говорить о том, что те объекты, в которых нами были обнаружены вот эти фрагменты, они датируются конкретно 70-ми годами 18-го века. Археологические раскопки проводились в мае по сентябре этого года в рамках реконструкции Октябрьской революции. На участке в 5 квадратных метров было обнаружено столько артефактов, сколько бывает обычно с площади в 100 квадратов, отмечает историк. Правда, нам показали только небольшую часть, потому что сейчас идет обработка артефактов. Все это клеим, прорисовываем, фотографируем, потом пишем отчеты, сдаем. После этого отчета весь материал сдается в музей. Артефактов собрали на три кабинета. Возможно, в скором времени мы сможем увидеть их на различных экспозициях, посвященных Уфе. Аразилия Удажбаев, Алина Таюпова, Нургизар Газимулин, телеканал ЮТВ. Здраво! Согласно опросу сервиса хх.ру, 45% россиян больше не могут удовлетворить свои основные потребности на текущую зарплату. И лишь 20% признались, что им хватает зарплаты на все необходимое. А хватает ли зарплаты уфимцам? Узнаем прямо сейчас. Погнали! Вам хватает вашей зарплаты? А кому хватает сейчас? Ну, не всегда, ну да. На основные потребности? Да? Да, вполне. Основных потребностей, да. Основных, да. Да? На скромную жизнь, да. Мы в гостях, мы довольны. Того человека, которому хватает зарплаты, очень сложно найти на улице. У нас некоторые есть сегодня. Ой, покажите меня таких людей. А где они работают? Всей, да. Ну, я в разных местах работаю. Я просто работаю в Якутии. Почему медики на полторы ставки работают? На одну есть нечего, на две некогда. Ну, нет. Вообще не хватает. Вообще не хватает? Ну, вот как тебе объяснить? Ну, так вот. Вы зарабатываете минус две тысячи. Да. Вот такие дела в общем. Ну, мы артисты. Если еще сказать, что у меня четверо детей, я одна их воспитываю. На вебкам не пойду. Хотя, в целом. Ну, если совмещать, я думаю, две работы. Но вряд ли. Я не знаю, если только будут повышать они. У нас Росстат заявил, что у нас за год зарплата на 14,1% повысилась. Нет, не повысилась, слушай. Нет. Даже за два нет. Мы не заметили поднятия зарплаты. Так, подожди, стой. Минус две тысячи плюс 14% это у нас. А, ну да. Ну, в целом. Спасибо, Росстат. У меня абсолютно, ну, вообще практически не повысилась. Про свою основную зарплату. Она не повысилась. Она маленькая. Не основная. С чем связана у вас? Связана с научно-сельским работой. Поехал в одну из своих работ, подписал заявление. Не первое. На 5% повысил. Ну, там не первый раз. То есть, там в течение года повышают. То, в принципе, ну... Бюджет же. Мы же, я же, как это, на правительстве работаю. Бюджет. Кто там сверху Мишустин спустил, то и нам дают. Сегодня буквально я общался с одним молодым человеком. Он хош в Белый дом, так сказать. И там, когда разговор идет о заработной плате, так сказать, ну, будем говорить, учителей, медиков и других бюджетников, вот. Говорит, а что вы хотите? Вам хватит? Вы же всегда берете взятки. Вот такая вот скотская совершенно лексика, она уже входит в обиход. Прийти в больницу нужно обязательно заплатить. За все заплатить. Это справедливо. У нас бесплатная медицина. Мы вроде как ее имеем, так сказать. А вроде как и не имеем. С учетом инфляции нет. Продукты же тоже цены повысились. Поэтому это не ощущается, это повышение. Цены выросли даже не на 15. Я даже думаю, даже не на 20, наверное, на 30, не менее. Поэтому меня жизнь загнала в Якутию. Не знаю, как у всех, у нас понизились. Знаете, по документам они как будто бы повысились. А да, в реальности. Пока не заметила. Либо очень незаметно повышается. Вы планируете заметить? Наверное. В будущем надеетесь на повышение зарплаты? В будущем, я думаю, да, уже после Нового года, может. Ну, по документам, да. У некоторых особенно, она всегда растет. Ну, у некоторых и без документов она растет. Бабушка, которая получает пенсию 10 тысяч, вот чиновник, который получает 200, 300, неважно сколько. Они одинаково страдают от инфляции. Но только просто он за свои 4% получает и 6 десятых одну сумму, а на другую. Ну, почему не сделать эту одинаковую сумму, что получили все люди? Одинаково. Это справедливо. Такие пироги. Живите. Выживайте. С вами был я, Мир Коздравич. До скорых встреч. С вами был я, Мир Коздравич.